Мы сделали эскиз и сейчас мы делаем его на компьютере. Потом будем печатать на 3D-платформе. Я очень люблю программировать и делать всякие фигурки на компьютере. Здесь каждый ребенок-изобретатель. В робоквантуме ребята трудятся над универсальной роботоплатформой, которой можно будет управлять с любой точки земного шара. Цифровой прорыв меняет жизнь, поэтому уже сейчас ведется активная подготовка школьников к новым реалиям. Я думаю, эти школьники, когда выйдут из стен школы, подойдут к остановке, и на автобусе, в котором они раньше привычно ездили, они не обнаружат водителя. То есть это будет, в общем-то, обычное повсеместное явление. И поэтому специалисты уже немножко другого плана нужны с развитием технологий, тем более сквозных технологий, которые будут изменять вообще наш окружающий мир. От программирования до космической отрасли. Школьники вместе с родителями выбирают подходящее направление. Готовят кадры для IT-отрасли, космоса и других инновационных сфер абсолютно бесплатно. По национальному проекту «Образование». Эта же программа помогает оснастить школы современным оборудованием. Уже сейчас в 75% учебных заведений есть высокоскоростной интернет. До 2022 года современные компьютерные технологии придут еще в 300 школ. Если ребята выберут направление технологическое, они уже придут подготовлены дальше в учебные заведения. Средневысшего профессионального образования они будут знать все современное оборудование, и у них будут сформированы основные навыки. Космические технологии теперь доступны не только городским детям, но и тем, кто живет в селе. 19 детских мини-технопарков создали в Самарской области. Сделать это позволила региональная программа «Успех каждого ребенка» – часть национального проекта «Образование». Уже через пару лет будут открыты еще два стационарных кванториума, и появится два мобильных детских технопарка. Проявить себя в техническом творчестве, познакомиться с 3D-оборудованием и шлемами виртуальной реальности может любой ребенок до 17 лет. Для этого нужно зайти на сайт «Кванториум» и оставить онлайн-заявку. Елена Малютина, Дмитрий Мешканцов. События.